Доброе утро! На 12-м канале час новостей в студии Валентина Шемякина. И вот о чем мы сегодня расскажем. Отлетел от мотоцикла на несколько метров. ДТП с участием двухколесного транспорта в самом центре Омска. Расскажем подробности. Проливные дожди, град и даже снег. И все накануне лета. Неутешительные прогнозы синоптиков. Одна из самых почитаемых святынь на Омской земле. Чудотворная икона объединит сотни верующих на всероссийском молебне. Чтобы Господь по молитвам Матери Божией укрепил наших воинов, которые наше Отечество защищают. Когда Казанская икона Божьей Матери окажется в Омске? Достижения во имя добра? Мир разнообразный и дети бывают, люди бывают разные, с особенностями. В Омске прошел благотворительный забег в поддержку солнечных детей. В аварийном доме в Нефтяниках обрушилась часть оконного проема. Фотографии в интернет выложили хозяева жилья. На место ЧП выехал мэр Омска Сергей Шелест. Выяснилось, что в одной из квартир с окна упали куски штукатурки. Как сообщил глава города, на данный момент угрозы жизни и здоровью людей нет. В соседней школе развернут пункт временного размещения. Было предложено жителям в него переехать. Но люди отказались покидать свое жилье. Градоначальник также отметил, что дом был признан аварийным. В ближайшее время будет проведено инструментальное исследование. На месте происшествия работает съемочная группа 12 канала. Подробности в следующих выпусках. ДТП с участием мотоцикла произошло на улице 10 лет октября. Страшные кадры с момента столкновения попали в объектив видеорегистратора. На записи видно, как от удара легковушки байк пролетает в воздухе, а мотоциклист падает в нескольких метрах от места ДТП. 26-летний мужчина госпитализирован с тяжелыми травмами. Предположительно, виновником аварии стала женщина-водитель легковушки. Она не уступила дорогу мотоциклисту при повороте через двор. Окончательно причины аварии будут выяснять госавтоинспекторы. Сегодня в регионе ухудшится погода. Синоптики обещают дождь с грозами и градом. Возможен даже снег, предостерегают специалисты Опертышского гидрометцентра. Ночами столбики термометра опустятся до минус 7 градусов, а днем температура поднимется не выше плюс 15. Ожидаются сильные порывы ветра вплоть до 24 метров в секунду. Непогода задержится в регионе до конца недели, а Мечей просят соблюдать меры осторожности. В том числе ни в коем случае не разводить открытый огонь. Запрет на посещение лесов продлен до конца июня. Также по-прежнему действует особый противопожарный режим. Отмечу, что штрафы за нарушение правил увеличились практически вдвое. А сейчас о ситуации в Усть-Ишиме. Вода продолжает отступать. Положительная динамика наблюдается уже несколько дней подряд. Сейчас вода в РТШ держится на отметке 909 сантиметров. Это минус 5 сантиметров за сутки. Ишим идет на спад чуть быстрее. Минус 13 сантиметров за день. Вода на отметке 1410 сантиметров. Напомню, в областном правительстве запустили работу оперативного штаба по восстановлению территорий, которые пострадали от весеннего паводка. Он будет ежедневно анализировать ситуацию. Как только дома окончательно освободятся от воды, к работе приступят комиссии по оценке ущерба и бригады санитарной обработки. А пока в северных районах продолжают работу министры и руководители региональных ведомств. Ведется бесперебойное снабжение жителей, которые находятся в пунктах временного размещения, продовольствием, питьевой водой и медикаментами. Продолжается и прием заявлений на компенсацию всем пострадавшим. На ликвидацию свалок твердых бытовых отходов выделено 112 миллионов рублей. Распределить средства между муниципалитетами поручил губернатор Виталий Хаценко. В списке 40 мусорных полигонов в Омске и 10 в районах области. В Большореченском, Иселькульском, Калаченском, Любинском, Москаленском, Муромцевском, на Варшавском, Аконешниковском, Саргатском и Таврическом районах работа по очистке территорий ведется не первый год. Так, в 2023-м удалось навести порядок в 17 районах области. На общей площади больше 100 гектаров работа продолжается. Три самых популярных трамваи изменят схему движения. Речь идет о маршрутах номер 1, 4 и 7. Неудобства связаны с капитальным ремонтом путей в Амурском поселке на участке по улице Челюскинцев от 5-й Северной до 8-й Восточной. Об этом сообщили в мэрии. Поэтому с половины девятого вечера 29 мая до 5.30 утра 30 мая движение будет ограничено. Измененный график сохранится вплоть до 1 июня. Трамваи будут следовать лишь до остановки 11-й Ремесленная. К неудобствам и мячей просят отнестись с пониманием и заранее продумать свои маршруты. Метрополит Омский Таврический Дионисия призвала мячей принять участие во Всероссийском молебне о победе. В прямом эфире программы «Благове» слово пастыря 12 канала Владыка раскрыл подробности пребывания в нашем городе одной из самых почитаемых святынь страны Казанской иконы Богородицы. 2 и 3 июня жители региона смогут помолиться перед этим старинным образом Царицы Небесной. Привозят его в Омск впервые в рамках Всероссийского крестного хода по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Икона будет находиться в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы. Каждый час здесь будут звучать акафисты. Архипастырь отметил, что порядок на месте обеспечат дежурные священники и волонтеры. Вне очереди к святыне проведут инвалидов, людей преклонного возраста и семьи с маленькими детьми. Приложиться к иконе можно 2 июня с 11 до 9 часов вечера. А 3 июня с 7 утра до 16 часов. Я, конечно, приглашаю всех жителей Омского прииртышья воспользоваться случаем. Понятно, что бывает это, может быть, один раз в жизни бывает вообще. И совершить такое малое паломничество в Успенский кафедральный собор, приложиться к образу и попросить Царицу Небесную. Ну, для всех нас о милости к нашему Отечеству. О том, чтобы Господь по молитвам Матери Божией укрепил наших воинов, которые наше Отечество защищают. У омских школьников началась трудовая четверть. Это период, когда дети могут подзаработать во время летних каникул. В этом году список предприятий, готовый принять юных сотрудников, расширен. Подростки могут проявить себя в сферах торговли, гостиничного бизнеса, клининга и промышленности. Уже традиционно молодых людей ждут и в образовательных учреждениях, культуры, спорта, молодежной политике, организации досуга и развлечений. Ведется набор группы по озеленению и благоустройству территории. Для школьников это не только возможность заработать, но и пройти профориентацию. Всего этим летом планируется трудоустроить более 8 тысяч подростков. Отмечу, особое внимание уделяется соблюдению норм трудового законодательства и безопасности работ. С подростками обязательно заключается трудовой договор, предоставляются все социальные гарантии. В парке «Зеленый остров» прошел благотворительный забег спортового блага, состязания в поддержку омских детей с особенностями развития. Каждую осень и весну проводят неравнодушные волонтеры. Выйти на старт могли все желающие, независимо от возраста и физической подготовки. Подробности спортивного праздника в сюжете Алексея Дарьева. Самые верные болельщицы юных спортсменов, конечно же, их мамы. Они их к старту подготовят и на дистанции подбодрят. Соревнования «Спорт во благо» проходят в поддержку детей с особенностями развития. Для получения стартового номера участники делали благотворительный взнос. Солнечных детей не зря так называют. Природа дала им любящие сердца. Эти ребята очень открытые и улыбчивые. И на неупокой вас с сыном Владом завсегдатайе мероприятие, прошедшее уже в 20-й раз. Вообще наш город Омск отличается от многих миллионников своей толерантностью, своим пониманием. Ну и вообще люди у нас добрые. Преодолеть дистанцию можно было как бегом, так и на беговелах. Это такой гибрид велосипеда и самокат. Вне зависимости от того, как именно участники забега покоряли трассу, все они едины в главном. Такие спортивные праздники – отличный заряд бодрости, хорошего настроения и доброты, которая так необходима солнечным детям. Мы как взрослые показываем детям, что надо творить добро, что люди есть абсолютно разные. И плюс здоровье. То есть ребятишки бегут, они испытывают какие-то веселые, замечательные чувства, прекрасные. Мы хотим, чтобы наши дети знали, что мир разнообразный и люди бывают разные, с особенностями. И мы хотим, чтобы наши дети воспринимали это разнообразие нормальным, и чтобы все дружили. Хотим оказать помощь детям с особенностями развития, поэтому принимаем участие в таких мероприятиях. Мы считаем, что все детки равны, и все должны расти, развиваться в хорошей, доброй, здоровой стране. Участие в забеге подарило каждому неравнодушному амичу возможность стать частью большого благотворительного и спортивного сообщества. Алексей Дареев, 12 канал. Омский академический театр драмы сегодня отпразднует свое 150-летие. В честь громкой даты труппа сыграет юбилейный спектакль «Омское время». В этой постановке задействованы все актеры-учреждения и приезжие артисты, а это около 70 человек. В зрительном зале соберутся все, чья творческая судьба в разные годы была связана с омской драмой. Одно из самых ярких событий вечера – «Красная дорожка» для местных звезд у входа в театр. Вечер обещает быть камерным, билеты на него не продаются. Поэтому 12 канал покажет все моменты торжества в прямом эфире. Смотрите трансляцию 30 мая в 17 часов. Особое внимание непростым пациентам в Омском муниципальном приюте выходили собаку, которая лишилась лапки после встречи с поездом. Малышку по имени Лулу нашли на улице меньше недели назад. Уже на тот момент пострадавшая лапка загноилась. Шансов спасти ее не было, а ветеринары приняли решение ампутировать конечность. Операция прошла успешно, а щенок стал лучше есть и активнее играть. Уже сейчас вовсю развиться в новом вольере. Волонтеры предполагают, что Лулу были хозяева на пострадавшей лапе. Остались следы от зеленки. Сейчас игривые девочки активно ищут новый дом. Отмечу, это уже пятая собака с тремя лапами, которую опекают в Омском муниципальном приюте. Известная омская группа «Пять утра» и белорусский коллектив «Немига» поздравили омских химиков с профессиональным праздником. Музыканты стали гостями фестиваля молодежных культур «Химия движения». Здесь не только пели, но и танцевали. На площади у кадетского корпуса на протяжении всего дня проходил танцевальный баттл. А еще мастер-классы и развлекательная программа для всей семьи. На праздники побывала и наша съемочная группа. Танцевальный баттл – шоу от БМХ-гонщиков. Портреты от молодых художников, мастер-классы по баскетболу и баркауту, а также лектории и множество семейных активностей. Фестиваль молодежных культур «Химия движения» собрал на площади у кадетского корпуса тысячи человек. Классное мероприятие, очень много активностей в зон всяких. Сейчас подошли поиграть с ребенком, потом пойдем, думаю, музыкой позанимаемся. Вишенкой на торте стало выступление белорусского коллектива «Немигма» и омской группы «Пять утра». Большое спасибо организаторам, большое спасибо, что пригласили нас. Для нас это прям большая честь. Поздравляем от всего сердца. Только процветание. Фестиваль приурочен к юбилею группы компании «Титан». Им исполнилось 35 лет. Подарков виновникам торжества не дарили. Сюрпризы для амичей подготовили сами организаторы. На протяжении дня лучшие коллективы города принимали участие в танцевальном баттле. Все по-взрослому. Оценка профессионального жюри – денежные призы от «Титана». Бонусом – мастер-класс от победителя проекта танцы Антона Пануфника. Фестиваль получился, я считаю, замечательным. Все здорово. Несмотря на погоду, немножко к вечеру подвела погода. А так, в целом, улыбки людей, прекрасное настроение. Я считаю, что праздник удал всем. Под занавес мероприятия награды победителям танцевального баттла вручили представители группы компании «Титан» и Министерство спорта. Фестиваль «Химия движения» в этом году поддержало и правительство Омской области. Юлия Вдовиных, Андрей Кузьмин, 12 канал. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. В борьбе с зависимостью каждая секунда имеет значение. Переверни свою жизнь. Свобода предоставит тебе момент нового начала. Сделай этот шаг прямо сейчас. С 1 по 4 июня в концертном зале филармонии фестиваль Владимир Спиваков приглашает. Если радио, то максимум 105 FM в Омске. И о погоде. Завтра, 29 мая, в Омске переменная облачность возможны осадки. В ночное время до плюс 10, днем 8-10 градусов выше нуля. В районах облачно, а ночью до плюс 1, дневная температура 5-7 градусов со знаком «плюс». Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба. На этом у меня все. Увидимся в 14.00. Субтитры подогнал «Симон»